Свой рассказ я хочу начать с того, чтобы поздравить вас с переходом в новый чертог, соответственно, с изменением нашей жизни в более лучшую сторону. Мы в ближайшие 1620 лет будем жить в небесном чертоге Волка под управлением мудрого бога Велеса. До этого мы жили в чертоге Лисы под управлением богини Мары. И этот переход знаменуется тем, что условия жизни будут постепенно меняться всё больше и больше. Для того, чтобы помочь вам подготовиться к этому, создан семинар «Правила жизни в небесном чертоге Волка». Суть заключается в следующем. Закончена ночь с порога и началось утро. Все знают, что в природе ночью главенствуют ночные существа, а дневные спят. И в этом случае ночные существа, в нашем понимании демонические сущности, если говорить о разных чертогах, с чего мы начали, главенствовали над нами, а мы находились в состоянии духовной спячки. Теперь ситуация начинает изменяться, и с каждым годом она будет изменяться всё больше и больше. Божественные существа начнут просыпаться и вступать в активную жизнь, включать свои способности и силы, применять их в этой жизни. А демонические существа будут уходить в тень и затем в ночь. Возвращаться к своему образу жизни, не мешая нам так сильно, как это было в чертоге Лисы. Всем известно, чем характеризуется это животное. И богиня-управительница чертога Лисы учила нас с помощью лжи, обмана, коварства, вероломства. Эти уроки мы проходили, конечно, для того, чтобы духовно расти, но нас окружало то, что я сейчас произнёс, и мы, преодолевая эти низменные качества и в себе, и стараясь различить их в других, получали уроки, их преодоление и прохождение сквозь эти искушения направляясь к духовному совершенствованию. Однако сила привычки — дело непростое, и в нас теперь сидит стереотип поведения, мышления и чувственного восприятия. Сквозь призму старого мы пытаемся глядеть на новое. Но есть истина, которую в своё время изрёк Иисус Христос. «Новое вино не наливают в старые меха». А значит, со старыми жизненными установками в новую жизнь войти будет сложно и неправильно, потому что мудрый Велес будет учить нас через совершенно другие уроки и жизненные обстоятельства, побуждая нас к проявлению чести, достоинства, справедливости, добродетели и неподкупности. Отчего многие настолько отвыкли, что они даже не представляют себе жизнь, проявляя эти качества в себе. Однако с таким багажом и жизненными установками люди могут просто не пройти в новую жизнь, поскольку они будут являться непреодолимым препятствием и жёстко пресекаться сверху. Все знают пословицу «новая метла по-новому метёт». И наверняка в своей жизни убедились в том, что новый руководитель всегда меняет правила игры, меняет правила поведения и взаимоотношений на производстве, ну, либо в какой-то другом коллективе. И те, кто не готов к этим изменениям, они просто увольняются и назначаются люди другие. Как может проявляться это в нашей жизни? Ну, как летальный исход. Потому что, когда мы не проходим жизненные уроки, боги, владыки нашей кармы, нашего урока и судьбы отправляют нас на повторное их прохождение в следующем воплощении. Семинар создан для тех, кто готов это воплощение использовать с наибольшей эффективностью, с наибольшей пользой для своего духовного роста и вписаться в новые условия жизни, оказавшись на её стрежне. В данном случае имеется в виду сравнение со стрежнем реки, то есть её серединой, где течение наиболее быстрое, и, используя которую, всегда суда речного флота наиболее быстро достигают точки своего маршрута, двигаясь по течению реки. В этом случае не только двигатель двигает судно, но и самая быстрая часть течения несёт его своей силой. Это и называется стрежень или стремнина, иными словами. Так вот, для тех, кто желает оседлать стремнину жизни, её стрежень в ближайшее время, пока ещё это воплощение длится, создан этот семинар, и он рассчитан на четыре дня. В течение этих четырёх дней будут рассмотрены четыре основных темы, и внутри каждой темы будет по четыре пункта. Первой темой, рассматриваемой в первый день семинара, являются особенности переходного периода. Первым разделом первой темы является осознание преимуществ нового состояния энергетики в новом чертоге Волга. Всем известно, что при восходе Солнца сила света увеличивается. И поэтому, по утверждению современных астрономов, сила излучения звёздного неба, попадаемого на нашу Землю, будет увеличиваться, поскольку, двигаясь по своей траектории, наша галактика приближается к главному Солнцу Вселенной, к Сварогу, нашему прародителю. И поэтому количество его духовной силы и света будет неуклонно возрастать. Особенно заметно это будет в ближайшие 50 лет. Ну, к примеру, если вы наблюдаете восход, то подъём над горизонтом диска наиболее сильные изменения оказывает в окружающем пространстве. То есть просыпается природа, и количество света, изливаемого на Землю, увеличивается несоизмеримо с тем, как это было до начала восхода, а тем более ночью. И вот переживая этот период, мы должны настроиться на то, что энергетика во всей окружающей Вселенной, в том числе и в нашей Солнечной системе, начнёт повышаться неуклонно и достаточно быстро. В течение нашей жизни мы будем чувствовать это, как очень сильные изменения на полевом уровне относительно своего биополя, своей ауры, своего сознания. Поговорка «Нет ничего тайного, что не стало бы явным». Вы можете представить, что то, что малозаметно ночью или в сумерки, становится явным и бросается в глаза днём. Поэтому наши мысли, наши чувства, наше поведение будет восприниматься и нами самими, и другими людьми совершенно иначе. Невозможно будет кривить душой. Обман будет равноценен преступлению, которое нужно жёстко карать. И любые попытки жить по старинке именно поэтому будут совершенно неприемлемы. Поскольку на наше сознание влияет и состояние физического здоровья нашего тела, нужно будет менять даже рацион питания, даже режим дня. То есть нужно будет включиться в космические ритмы, и жизнь по солнышку станет единственно приемлемой. То есть соответствие наших биоритмов, биоритмам Земли и Солнца будет иметь первостепенное значение. В противном случае мы будем входить в состояние разрушения своего здоровья и физического, и психического, и духовного. Именно поэтому вторым разделом первой темы является подготовка сознания и тела человека на физическом, энергетическом и духовном уровнях к особенностям этого перехода. Третьим разделом первой темы является осознание преимуществ построения жизнеустройства соразмерности с новыми ритмами космоса. Если мы раньше позволяли себе жить наподобие раковой клетки, то есть не учитывать ритмы космоса, поскольку мы находились в определённой духовной спячке, то сейчас этого просто не получится. Либо мы настраиваемся в резонанс с увеличением жизненной силы окружающего космического пространства, либо нас просто разрывает этим резонансом, ибо мы не сможем вписаться в него, если будем пытаться жить по старинке. Соответственно, жизнеустройство нужно будет согласовать с ритмами космоса, вести его в резонанс с ним, в гармонию. Ну как в музыкальном произведении. Мы либо чувствуем эту гармонию, либо чувствуем какафонию. И в данном случае нужно будет соразмерять свои ритмы и ритмы нашего общества с ритмами космического пространства. Об этом как раз и третий раздел первой темы нашего семинара. Четвёртым разделом первой темы является осознание необходимости восстановления семейных союзов в отличие от бракосочетаний. Как основы строительства нового общества. Ну все знают, что семья является ячейкой нашего общества. И что хорошее дело браком не назовут. Если сейчас бракосочетание до начала утра сворожьего каким-то образом могло быть приемлемо, то в дальнейшем оно не приведёт ни к чему хорошему. Необходимо будет всерьёз задуматься о продлении рода и восстановлении тех родовых устоек, на основе которых мы жили в предыдущий день сворога. Сейчас, с наступлением нового дня, в утро сворожья, необходимо будет восстанавливать главные заповеди богов и воплощать их в жизнь. И коль скоро наш род дал нам возможность эволюционировать в физическом мире, мы просто будем обязаны исполнить долг перед родом и привести столько детей, родив в своей семье, в этот мир, сколько людей позволило нам воплотиться самим. То есть семья из девяти детей в ближайшее время станет не только актуальной, но и жизненно необходимой. Ибо если мы не исполняем долг перед родом, мы не сможем вписаться в действительность новой эпохи. На второй день занятий на семинаре будет рассмотрена тема «Основные правила новой жизни», в которой будут рассмотрены также четыре раздела о родоплеменном строе, о копном праве, о народном самодержавии и о здоровом образе жизни. Эти основные правила будут рассмотрены с разных точек зрения, естественно, сочетая теорию и практику. То есть в этом семинаре будут использованы различные психологические практики, динамические и статические медитации, ролевые игры, психоанализ, мозговой штурм. И если применить это к названным темам, то вы будете учиться, как посватать невесту или найти жениха для создания своего племени на основе двух достойных семей, как решить вопрос с помощью копного права, как организовать жизнь с помощью народного самодержавия и как выжить с помощью здорового образа жизни. Относительно самодержавия необходимы пояснения, поскольку в общественном сознании этот термин замусорен. Суть народного самодержавия заключается в том, что народ сам себя держит. То есть на уровне местного самоуправления народ решает все возникающие проблемы и распределяет взаимоотношения таким образом, чтобы мнение большинства не учитывалось, а учитывалось абсолютное единогласие. При этом к голосованию допускаются только достойные граждане, степень достоинства которых определена нашими ведическими писаниями. Таким образом, если взять поселение или объединение поселений в область, то тот там живёт, тот и будет решать, как там жить. И руководители, допустим, областных и краевых образований могут выбирать в соответствии с нашими заповедями лучшего из лучших, чтобы он руководил наибольшими территориями, но не по своему усмотрению, а в соответствии с тем, как народ, живущий на этих территориях, решит устроить свою жизнь. Поэтому монарх или самодержец — это лучший из лучших представителей, которые выбирают его как самого умного и достойного, чтобы в военное время защищать от внешних врагов. Ибо в мирное время он должен быть просто образцом для подражания, но при этом не вмешиваться в жизнь на местах. Пример царствования династии Романовых не является в данном случае правильным, и не нужно термин «самодержавие» связывать с этим примером. Эта тема семинара не имеет политического оттенка, а направлена на то, чтобы в сознании его участников восстановить родовые заповеди наших богов и предков, показать, как они жили и заповедовали нам, чтобы мы знали образец для подражания, а то, насколько мы сможем привести в свою жизнь в соответствии с идеальным образцом, будет зависеть от нас и от жизненных обстоятельств нас окружающих. Третья тема и рассматриваемая в третий день семинара сформулирована следующим образом — способы прохождения реки жизни по её стрежню. Я уже сказал, что такое стрежень или стремнина, и разделы этой темы таковы — любомудрия, здравомыслие, рода Божия и воля. Поиск совершенной истины или любомудрия станет единственно правильным образом жизни, ибо, коль скоро мы будем переживать увеличение света сворожьего в своих душах, то и сворога мы должны познать в большей степени, а значит, самопознание явится эталоном для правильного образа жизни. Совершенствоваться физически, душевно и духовно без здравомыслия невозможно. Само здравомыслие означает приведение к общему знаменателю трёх ведических принципов — заповедей родных богов, мнение сведущего человека и проверка первого со вторым на личном опыте. В этом основное отличие здравомыслия от самомнения. И здравомыслие будет позволять нам вписаться в условия новой жизни, а самомнение будет просто выбрасывать на её обочину. Понятие рода Божия мы на этом семинаре постараемся раскрыть в наибольшей полноте, поскольку наше мировоззрение наших богов и предков является осознание прародителя в его единстве и множественности одновременно. Упрощённые понятия, что Бог един, в данном случае будут уже неправильны и неправомочны, ибо мы должны будем научиться воспринимать всё многообразие проявлений Всевышнего прародителя как его целостность и множественность одновременно. Раздел, посвящённый воле, будет направлен на то, чтобы мы смогли, во-первых, осознать в полноте это понятие, во-вторых, применить его в жизни, на практике. Всем известно, что человек слабой волей или слабовольный не может жить адекватно. Он всё время плетётся в хвосте жизни. Но ведь тема-то о том, как удержаться на стрежне. И понятие воли будет раскрыто для того, чтобы слушатели и участники семинара могли развить в себе внутренние качества, позволяющие им проявить себя с наилучшей стороны, в наибольшей степени и с наибольшим приложением усилий в духовном и общественном совершенствовании. Само понятие воля означает стремление к самосовершенствованию души, в воспитании в себе наилучших её качеств и проявлений. То есть степень одухотворённости с наибольшим приложением сил в направлении этого будет возрастать, и это и есть проявление нашей воли. В четвёртый день будет рассматриваться четвёртая тема «Способы достижения духовного просветления под покровительством мудрого Велеса». Она также делится на четыре раздела. Мы будем рассматривать искусство как способ опускания с небес на землю божественных истин Всевышнего Прародителя и применения их в нашей поседневной жизни. То есть планку для духовно-нравственного уровня театра, кино, телевидения, искусства в целом и средств массовой информации жителям нашей земли придётся повышать неуклонно. Будут в части шедевры, классики, а также новые произведения искусства во всех перечисленных сферах как способ наиболее правильного и достойного восприятия заповедей родных богов и предков и икона Всевышнего Прародителя. В одном из разделов четвёртой темы мы будем рассматривать понятие «знания». Знания как обретение духовных качеств, ведущих к совершенству. И отличающих информацию от Знания. Сейчас преобладает информация, то есть способ узнавания каких-то новостей, способ обмена этими новостями. И они подменяют собой духовный рост и стремление вверх. Информация сознания ориентирует вширь, в обыденной жизни. А Знания, правильное понимание Знания обеспечивает нам возможность духовного роста вверх, живя в земном мире постижения небесных истин. Мы будем учить, как различить одно от другого и как воспитать в себе именно Знания, как качество духовного совершенствования. Также мы будем изучать суть просветления, как перехода от фрагментарного сознания к целостному мировосприятию. Представьте, что вы ночью фонариком освещаете часть чего-либо и видите только это. А днём вы можете увидеть всё в целом, не выдёргивая из ночного сумрака кусочек освещенного пространства. В данном случае мы будем под управлением Мудрого Велеса рассматривать, как целостно воспринимать и нашу семейную жизнь, и нашу общественную жизнь, и те изменения, которые грядут с точки зрения целостного восприятия, созревания человека и человечества в новых условиях. Завершающим разделом четвёртой темы является достижение совершенства как результат исполнения своих предписанных обязанностей в семье, в племени, в роде и в народе. В Ведах, в Священных Писаниях наших Богов предков сказано, что нет иного пути, как только исполнение своих предписанных обязанностей. Мы знаем также, что в обществе живут хозяева, воины и священнослужители, и у каждого из этих сословий своя точка зрения и свой уровень мировосприятия. Так вот, как привести эти сословия к правильному восприятию со своей точки зрения жизненных уроков, как ввести их в гармоничное соответствие друг с другом, и как исполнять каждому представителю этих сословий именно свои обязанности, будет посвящено четвёртый раздел, четвёртой темы. Как показывает практика проведения семинаров, у их участников возникает очень много вопросов. Так вот, мы построим таким образом наше общение, чтобы вот эти вопросы разрешить на практике, то есть с помощью заповеданных богами и предками способов прийти к правильному ответу на эти вопросы и через здравомыслие, и через любомудрие, и через скопное право, и через все другие рассмотренные темы на личной практике. На первый взгляд может показаться, что озвученные темы и разделы не новы, что это изложено в кощунах Финиста, что это изложено в ведических первоисточниках. Да, это так. Но есть правило — капелька практики равна океану теории. Чтобы океан теории в себя вобрать, необходимы долгие лета тщательного и скрупулёзного изучения первоисточников и прихода к правильным выводам. И только после этого на основе этих выводов перехода к практике. Так вот, суть семинара и заключается в том, чтобы помочь за четыре дня получить основы и попробовать эти основы применить в своей жизни через психологические практики. Вот эта капелька практики, о которой было сказано, как раз будет заключаться в том, что на семинаре мы будем обучать, как правильно проводить ритуалы, как правильно возносить славу Всевышнему Прародителю, как правильно петь мантры и как правильно вписать это в свою повседневную жизнь. Итак, подытожим. Семинар рассчитан на тех, кто хочет достичь духовного просветления именно в этом воплощении, используя восход солнца сворожьего для ускорения своей эволюции и достижения наивысших, наибольших результатов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова